Дай почитать. Исключительно честный человек признается в воровстве, которого не совершал. Поэтому его семья, жена и четверо детей должны спешно покинуть Лондон и переехать в Норфолк, где живут сестры его жены. А он сам уезжает за благополучием в Америку. И вот в книжке предстает целый год жизни этой семьи. Среди сплетен, испытаний, трудностей, обретений, разочарования и радости. Мы все события воспринимаем благодаря чудесной рассказчице, младшей девочке в семье Поли. Скажу честно, что я рыдала над этой книгой и зареклась читать зарубежную литературу для подростков. Мятный поросенок – крохотное создание, которое в природе должно умереть. Но семья Поли его приютила, дала имя Джонни, вырастила, воспитала, а потом отдала мяснику. Понятно, что книга – это о взрослении, об отношениях друг к другу, о человеческой боли и обретениях, о том, что в мире есть место грусти и веселью. И все-таки неумолимо звучал вопрос – зачем растить обреченного на гибель поросенка, воспитывать его индивидуальностью и отдать под нож мяснику? Все рассуждения о том, что Баден внимательно к подросткам, показывает противоречивые характеры детей, подробно описывает трудные будни английской семьи – все это не оправдывает сцены, когда Поли приводят к лавке мясника и говорят, что здесь находится труп Джонни. Простите, давайте все же держать в доме собак, а не свиней. Дай почитать.